Ну что, ребят, всем привет! Давно с вами не виделись. Как видите, я в новой локации. Мы переехали. Будет видео на канале. Я думаю, что в ближайшие дни я выпущу видео о том, как мы переезжали, как по итогу всё сложилось. А сегодня мы с вами будем есть роллы. Я думаю, что это одно из последних таких видео с обзоров роллов, потому что роллы мне уже порядком надоели, надо снимать что-то другое. Вот, но сегодня роллы. Буду снимать разную еду, короче. Сегодня у нас с вами такой вот невыдум... Кстати, по поводу доставки. Эта доставка называется вот так вот, Golden Monkey. В принципе, не знаю, попробуем. Выглядит всё достаточно вкусно. Посмотрите, сейчас вам всё покажу. Вот так вот. Это вот сами роллы. Тут я их так положила, видите? Ну, в принципе, выглядит симпатично, да? Слюнечку вот вообще хочу есть. Так, тут нас периодически сверлят, поэтому я думаю, что-то я буду обрезать. Блин, ребят, у нас сверлят, но я так хочу есть. Давайте, наверное, начнём. Фиг с ним, пусть сверлят. Давайте начинать. Сегодня у нас будут страшные невыдуманные истории. Знаете, такую даже хочу рубрику сделать, таких вещей, которые раскрывают на мир глаза. И мы будем здесь рассказывать о том, что реально было, ну, что просто было представление, я не знаю, о мире, да? Какие вещи происходят и что тут нет розовых пони, да? К сожалению. Давайте пробовать. Хочу рассказать о отряде, который называется 731. 731. Не знаю, может быть, вы о нём слышали, может быть, не слышали. Непосредственно этот отряд 731 был создан, чтобы разработать биологическое оружие, бактериологическое оружие. Но, помимо всего этого, они издевались над людьми, как над подобными крысами. Вот я бы так это назвала. В течение этих 10 лет. Цель была такова. Разработать то оружие, которое сможет легко поразить Советский Союз, Монголию и Китай. На захваченных китайских территориях, которые в 20 километрах город Хабаровск. То есть это настолько близко. И в этих лабораториях, короче, неизвестно сколько людей, пострадавших именно, кому удалось сбежать из лабораторий, таких нет. Удалось сбежать одному человеку, но, если честно, я не знаю его судьбу, давал ли он какие-то интервью или не давал. Вкусно. После вот этого побега они перенесли свой корпус, полностью его перестроили. То есть, вы знаете, когда я все это читала, было ощущение, что это игра в кальмара. Как будто бы корейцы сняли игру в кальмара вот по мотивам вот этой вот ужасной истории. Потому что там у людей не было... Во-первых, их не считали даже за людей. Их там называли бревна. Потому что все это считалось то ли как под лесопилку было сделано. У них были только трехзначные номера, которые, кстати, были в игре в кальмара. Ну, это правда очень похоже на то, что было в сериале. Когда Советская Армия разгромила Японию, да, в этом направлении, все бежали, генералы, ученые, все бежали. Они полностью взорвали и сожгли лабораторию. Убили всех заключенных, там более трехсот человек. И на суд попали только шесть представителей вот этой вот организации, которым дали сроки от двух до тридцати лет. И потом, по-моему, вообще их отпустили. И никто, фактически никто, не был наказан. Знаете, то есть не было никакой смертной казни за то, что они делали. Не было вообще абсолютно ничего им. Многие из них, там вот эти предводители, кто отвечал за это все, они потом ездили в США, давали там лекции. В общем, ну, построили себе карьеру. Насколько я понимаю, Слушайте, это дурдом, потому что я не снимала видео эти дни, вообще не было вот настолько. Такого не было. Что-то делать. Мне кажется, просто они не закончат, знаете. Мне кажется, на камере ты слышишь на капец, да? Спасибо. Ну, там делает, ребят, там делает страшнейший опыт. И такого в истории вообще не было. Мне кажется, это даже страшнее, чем было в Освенце. Ну, это вот то же самое, ну, понимаете, да? Только об этих людях почему-то мы не знаем, да? Мы знаем, что плохие фашисты. Даже есть интервью с людьми, которые непосредственно там работали. Сейчас, вот, я не знаю, правда это или нет, но такие интервью я сегодня смотрела с людьми, которые выполняли эти приказы. И они живут, и они улыбаются. Но они говорят, что им плохо, да? Что у них там голоса этих женщин в голове. Нет, и не отменяет того факта. Что они не понесли... Ну, какое наказание они понесли за это? За то, что они делали? Никакого. Потому что, понимаете, почему они ушли от наказания? Все-таки, вот этими ужасными методами, но что-то они дооткрыли. Потому что такого зверства никто не делал раньше. Еще более того, они это все документировали. И предоставив эти данные, они, получается, спасли свою шкуру. Ну, а страны, которым они предоставили эти данные, пообещали им, видимо, безопасность и замять эту ситуацию. Ну, потому что, как может человек, который организовал такую вот... Такую контору вообще... Ну, во-первых, это император, понятно, японский. Как он может, там, научный руководитель всей этой группы, дальше, после того, как это все обнаружили, лететь и продолжать свою карьеру ученого в США? Понимаете, да? Там, когда они уходили, все-таки... удалось опознать. Это была русская женщина с ребенком и шесть китайцев. То есть эти опыты ставились на китайцев в первую очередь, на японских военнопленных, отступников и предателей и на русских людях. которые непосредственно бежали от революции, от войны. Те земли. Крали людей просто на улице. Если были нужны там дети и так далее. Да. Поделитесь вашим мнением, слышали вы эту историю, что скажете. На том месте сейчас находится музей, и на самом деле я бы хотела туда попасть. Большой мемориал жертвам этой трагедии. Также очень много и наших людей там погибло. Мужчина, который я смотрела интервью, который там работал, он говорит, что он один, что он один убил более 10 тысяч человек. Я не знаю, как это вообще возможно. И что как бы эти голоса у него в голове. Просто, а как ты это делал вообще в этот момент? Почему ты не мог встать и уйти? Иногда, знаете, вот, слушая, ну, натыкаясь на такие истории, видя такие, что такое вообще было в истории, ты как будто бы отчаиваешься в людях. Я не знаю. Ты не отчаиваешься, а ты просто разочаровываешься в людях. Что люди на такое идут. Почему нельзя было прикинуться, знаете, больным и перестать выполнять приказы. То есть, знаете, это придумал кто-то один, или два, или три, или в десятером это придумали, да, что это очень важно и так далее. Но были простые люди, которые это выполняли. Ну, они ученые, врачи. Там все были ученые и врачи. «Эге» 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 Скажите, знали вы об этой истории или нет? Причем это настолько близко к нашей стране. Знаете, я очень рада на самом деле, что время изменилось. И сейчас это сложно представить. Я надеюсь, что это и невозможно будет представить и в дальнейшем, что что-то подобное могло бы происходить. Ну то есть хорошо, что общество, что есть интернет, что так сложно теперь что-то скрыть такого масштаба. То есть раньше ты просто, не знаю, делаешь какое-то подземелье и вот устраиваешь такую лабораторию и все. Никто ничего, да, не знает. Не знаю. Людей не считали, знаете, вообще людей не считали раньше. Как это, когда у тебя люди пропадают с улиц? Почему никто, наверное, начал бить тревогу раньше? Ну потому что, видимо, эта территория была под руководством Японии. И, соответственно, если у тебя там что-то такое случается, ты приходишь, говоришь, что вот у меня там кто-то пропал. Тебе говорят, да-да, мы ищем и все, да. Вот так, наверное, это выглядело. Ужасно. Наверное, выбрала очень жесткую тему. Потому что я уже наелась и есть не хочу. Я думаю, что мы будем делать именно из-за страшной истории. Может быть, с водичкой, я не знаю. Потому что, когда рассказываешь такое... Не хочется даже есть особо. Прошло уже очень много лет. Многие японцы говорят о том, что этого не было. Это все выдумки. Многие японцы-то и про Хиросиму молодые не знают. Я взяла видео, когда у них спрашивают. Типа, вы знаете, что такое Хиросима, что такое Нагасаки? А это тот день, когда американцы сбросили бомбы на эти деревни. Это был 46-й, по-моему, год, 45-й. А насколько я понимаю, в связи с тем, что сейчас Япония в очень сильных взаимоотношениях находится с Америкой, это просто невыгодно всем об этом говорить. И поэтому это просто замалчивают, как будто бы этого и не было. Хотя там было очень много жертв. Это было... Я не знаю, мне кажется, вот у нас был взрыв Чернобыля. Это... Ну, мне кажется, там было хуже. Вот именно Хиросима и Нагасаки. И они об этом как бы как будто не помнят, очень многие. То же самое и вот с этим ужасным концлагерем, который буквально они развернули на нашей границе в поисках какого-то биологического оружия. Хотя вот сколько статьи я не читала, везде пишут о том, что помимо того, что они искали какое-то биологическое там оружие, да, активное, они просто проводили опыты, вообще не жалея людей, потому что постоянно поставляли новых пленных, так как это была у них война с Китаем, конфликт. И они постоянно отправляли туда людей. Как пишут, что внутри вот этого вот здания было очень много коридоров, то есть были камеры, было много коридоров. И один раз там был мятеж, то есть пленный вырвал ключи. Я не знаю, правда это или нету, да, кто знает, вырвал ключи у охранника и открыл все камеры. Люди выбежали, мятеж просто задушили, всех расстреляв. Вот так. Там были и женщины, и дети, и старые, и молодые. И, ну вот, сегодня я смотрела по процентному соотношению. Это было там, значит, 70% китайцы, 20% русские, ну или там 50% китайцы, 30% японцы и 20% русские. То есть там были люди, кто и корейцы и так далее, но их было меньше, потому что, я повторюсь, что это прям непосредственно близости было с Россией, с Хабаровском. И люди на это шли. И, конечно, самое грустное, что... Ну, кстати, как и с фашистами, в принципе, вот, кто проводили вот эти вот опыты и так далее. Многим удалось сбежать, многим удалось, например, сменить имя и построить себе там новую жизнь, сделать, опять же, либо в США, либо там Аргентина или вот какие-то такие страны, которых это не сильно коснулось. Насколько я знаю, что сами евреи, у них, блин, забыла, как у них называется их спецслужба, ребят, напишите в комментариях. В общем, супер, у них какая-то спецслужба есть, которая непосредственно вот этих фашистов вычисляла и ловила их, и на трибунал их привозила со всего мира. Потому что многие люди попытались сбежать сразу же. И у многих это получилось сделать. Вот. Но здесь меня просто поражает то, что вот эти ученые, которые там были, одни из самых главных, это китайские фамилии, я, у японских фамилий, я не буду даже ломать язык, я не знаю, японский. Но что им удалось построить карьеру, что они смогли жить нормальной жизнью. И никто из них, никто не понес того наказания, ну, равноценного наказания тому, что они сделали. Опять же, потому что это все было под крылом императора, и сейчас просто абсолютно никто об этом не помнит, не знает. Это просто вычеркнули из истории. Тут, получается, они оккупировали территорию Китая, да, японцы, и стали делать с жителями Китая абсолютно страшные вещи. Так же вели себя, допустим, американцы с индейцами, англичане, которые колонизировали, да, там, полмира, тоже могли себе позволить делать все, что они хотят на территориях, которые они завоевали. Вот, поэтому это что-то, что в человеческой природе. Вот, поэтому тут хорошо, что, знаете, общество взрослеет, что мы становимся как будто бы немного добрее, да, к друг другу. И, возможно, в будущем, через, там, 100 лет, 200 лет, если все будет развиваться, так как развивается, и ничего не повернется вспять, то люди станут вообще такими, знаете, пацифистами, и смогут вот эту вот агрессию, да, эгоизм победить и стать людьми. Ребят, наверное, все. Ну, на самом деле, сложный получился ролик. Что-нибудь. Я вам желаю всего хорошего. Подписывайтесь. Наелась такие роллы, не знаю, на тронечку. Все, всем пока.